всем привет дорогие друзья вас приветствует канал краски же большой огромнейший привет вам всем из стамбула я сейчас нахожу из стамбуле у меня сегодня выходной день я приехала сюда командировку по делам сегодня у меня выходной и я решила сделать вам большую прогулку по интересным местам стамбула те места которые вы все любите знаете мы их снимали уже неоднократно но все равно я хочу туда проехать единственное что сегодня грохочет гром и возможно будет дождь потому что здесь погода день через день день жара день дождь я здесь три дня не снимала не имею просто не было ни времени невозможности ничего снимать на что я занималась заказами из нашу по нашему телемагазину бегала делала ну как бы выполняла заказы наши покупатели кстати кто не подписан на наш телеграм-канал шопинг стамбуле пожалуйста подписывайтесь и если вы хотите что-то тоже получить заказать стамбуле пожалуйста можете проходить туда там все 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 написано написано расписано как что и весь ассортимент и каталог что предлагается там есть поэтому сейчас я выхожу из своего дешевого отеля которыми я поселилась стамбуле вот и кто очень много спрашивает как называется этот отель отель называется оренхотел называет находится он на аксарае очень хорошая транспортная развязка рядом с шаттлом в новый аэропорт рядом трамвайная остановка и очень удобное транспортное сообщение поэтому сейчас выходим с вами снимать и буду на две камеры на экшен камеру и на основную свою камеру поэтому звук в видео может быть не везде равномерный поэтому пожалуйста не судите строго как получится но возможно даже попадем с вами под дождь но это не точно и так помчались в стамбул друзья мы выходим из отеля только что прошел ливень и до сих пор капает не знаю повезет сегодня или нет пойду наверно куплю сколько здесь стоит яичница 70 берег безуной 70 180 пиде 85 ммн это яичница с овощами и черба по 50 2 остановки ровно проехать но султанахмеда там это все в пять раз десять раз дороже стоит уже в этом убедилась на своем опыте здесь мужчины вечером и днем проводится время пью чаще с выходной поэтому многие сидят играют чайку стандартная турецкая как говорится день никто никуда не спешит не одинаково мне надо наверно купить джонтик сейчас дочь накапывает не могу сидела сидела ждала когда закончится вот небольшой перерыв больше пойдем посмотрим но он может вернуться видите какой дорогой а еще все бармы о мам как так да мам я буду пар не прияты бу на рюкут купила донтик себе на 130 лет все нам теперь с вами не страшен поздавается серый волк значит находимся мы на район называется аксарай это очень удобная транспортная развязка метро вот метро рядом видите аксарай выход сразу в отель там дальше метров 50 останавливаются автобусы здесь есть автобусы которые идут в аэропорт весь рядом с отелем обменник ей и мегрос есть то есть в принципе что я постоянно не питаться в кафе и ресторанах можно перекусы брать кофе чай молочку йогурты как супермаркета поэтому это принципе очень удобно мы сейчас с вами идем на трамвай и едем до самого центра смотрите какая мечеть красивая здесь рядом сегодня выходной людей не очень много сейчас мы с вами доедем был самого центра до голодского моста и пойдем гулять с вами по моему любимому району который называется каракей по и пойдем 30 лир кукуруза раба 100 грамм 60 лир это жареные каштаны 200 грамм 120 300 грамм 180 и до бесконечности так и пойдем с вами гулять голода порт район голода порта кстати там есть наша любимая я вам буду рассказывать и сама показываю жизнь вокруг там есть наша любимая балы как мэк балы как мэк это рыба в лаваше знаменитая как говорится турецкая одна из самых популярных как говорит семи ты кто-то семи ты сколько стоит здесь мы с вами сравним не знаю раньше пять лет у нас участвует а вот теме 15 лет ходе это простой рыба посмотрим сколько он стоит туристическом месте это торговый район вот отсюда сразу начинается район ла-лэ-ли вот переходишь дорогу и той стороны огромнейший квартал здесь также как в алании перебегает дорогу на красный мы идем с вами на трамвай весь транспорт стамбула практически весь включая паром и и так далее уплачивается истамбул карт ее можно купить желтых терминалах возле каждой трамвайной остановки проезд стоит 18 лет проходите нет уже 20 я извиняюсь подорожала все вы зашли сюда как метро ждете свой трамвай еще здесь курсируют трамваи под общим номером т-1 но есть нюансы сейчас вам покажу какой трамвай вас довезет до района каракей есть трамваи которые идут тоже т-1 он идет до имени ню имени ню это паромные переправа с имени ню отправляется очень много паромов в разные части стамбула и вы должны когда подходит трамвай смотреть что там написано наверху имени ню значит он доедет до галатского моста остановится возле босфора если написать каботаж значит он поедет дальше подошел трамвай написано каботаж поэтому мы садимся на него до галатского моста могут вере не открываться можете нажать на кнопочку и не откроется сегодня вообще просто никого нету практически и погода и выходные учимся с вами сейчас поедем через следующая сна в кавал или потом идет и азид потом гран базар потом идет султан ахмед потом уже ведет серки чей уже потом идет галатский мост то есть ваше спасение если вы без машины спасение стамбуле трамвай т-1 основные достопримечательности и район хотим мы сейчас находимся на районе хотим также золотой рог район каракет где находится галатская башня галатопорт где печаливают большие лайнеры это все связывает этот трамвай очень удобно сейчас мы проезжаем мало ли как раз полы лет огромный торговый район оптов оптовой торговли здесь тарится весь мир ну по крайней мере раньше тарился сейчас может быть конечно не так как раньше все равно я вижу очень много здесь людей кто затаривается оптом владельцы магазинов и так далее проезжаем район гран базара помните мы здесь кальянную ходили вот в таком вот мечети кто и кому интересно посмотреть называется ролик злачные места стамбула катимся потихонечку сейчас как раз мы проезжаем султан ахмед голубая мечеть а я софия был такой ливень но ничего сейчас еще и народу не очень много сейчас голубая мечеть далеке мы все это снимали еще много раз с левой стороны думала может взять этот красный автобус хотя если проедешься на трамвае ты один в принципе потому что машу я подумаю для этого меня конечно будет время еще на это моя софия уже да нет я ошиблась народу очень много извините капли дожди немножко мешает обождение приезжаемая софия сон и сейчас спускаемся вниз басфору я суббой сейчас проезжаем даем вот зала сетки джи здесь продают кофе мы хматы фенди ручной как говорится сборки вот старый вокзал это же его снимали неоднократно нам здесь не надо ли садить нам надо за галатским мостом мы подъехали к басфору с правой стороны паромная переправа ременью не здесь отходят паром и на принцевые острова в том числе сегодня кстати есть что посмотреть в Галатопорте следила огромнейших лайнера думаю что будет интересно нет бы конечно серое хотелось конечно синего неба для яркой картинки ребят ну что делать уже в следующий раз сейчас мы по Галатскому мосту поедем и остановимся на той стороне так все мы заезжаем на Галатский мост переезжаем его и выходим с вами на той стороне по поводу нюансов трамвая я вам рассказала имейте ввиду не все трамваи сюда идут некоторые останавливаются вот на той остановке где мы только что проехали смотрите что написано на водителя на табличке когда едете вот такой пах переезжаем через пролив Золотой Рог и едем уже приехали ну что я вам дорогие мои хочу сказать хочешь солнце купи зонтик поэтому я купила зонтик вот хожу сейчас этим аксессуаром и выглянуло солнце ну в общем хочу сказать так у меня все есть на все случаи жизни поэтому настроение отличное погода достаточно прохладная не жарко поэтому мы сегодня с вами можем нормально погулять все посмотреть походить по европейским улицам здесь такой район каракей похожи на старые европейские города такие здания я вам все покажу мы с вами попьем вкусный кофе как в одной из современных аутентичных кафешек здесь очень много кафешек и если получится конечно мы найдем наш любимый балыкок мэк и пообедаем и скажу где он находится самый вкусный балыкок мэк в стамбуле итак идем созерцать галата порт корабли старые улицы кафе надеюсь этот ролик зайдет не будете мне писать про мою одежду в которой я хожу и про мою прическу пусть я в этой одежде хожу пусть я с такой прической хожу но зато я хожу по стамбулу понимаете вот так вот и все равно в чем я одета абсолютно а кстати никакой психолог не сделает вас счастливым счастливым вас делает только стамбул понятно так мы идем вдоль пролива золотой рог идем в сторону голодопорт это набережная кара юна каракей это какой город попугаи попугаи даже здесь везде обезьянки попугаи это сумасшедшая фишка вот огромный каракей это паромный причал большой в разные части города в разные районы и вдоль пролива золотой рог дальше туда идут вдоль босфора очень много сувенирных ларьков ну вы знаете здесь четкая градация чёткая градация идет султан ахмет самые пиковые цены на все дальше идет районы вот эти каракей тоже здесь высокие цены уже дальше допустим как сараю цены уже на порядок ниже вы видели в кафе сейчас мы сравним какую-нибудь кафешку допустим там возле нашего отеля и здесь я думаю разница будет очень существенная паром вот такие паромчики ходят видите ну не только эти очень много разных это один из разновидностей такой закрытого типа похож на это из жюля верна да на какие-то мифические блин лодки из произведения жюля верна сейчас мы свернем налево пойдем по старым улицам от босфора немножко туда свернем здесь закрыта набережная петляем по улочкам кадыкёй на горизонте вы видите галатская башня на балконе стоят куча народа не знаю еще несколько месяцев назад около полутора тысяч лир стоило туда подняться просто туристу сейчас даже затрудняюсь сказать кто знает пишите сейчас мы повернем направо в одну из самых таких одни один самых таких атмосферных кварталов этой части этого района обожаю улицу эти вот они параллельно улечки идут на и всякие атмосферные кафе рестораны здесь даже пятизвездочные отели есть такие как мэриот и новотель между прочим никогда не подумаешь да это не только пятизвездочные отели мидии с имоном там булгур булгур внутри лоб ага а Качли Робертаны? 10 лет. 1 лера. 10 лера 1 штука. Я, честно, как бы недорого, но как-то стрёмненько кушать на улице. Не знаю, сколько раз вот эта фишка вот этими единиц лимоном везде продают. Рестораны забиты. Если вы видите, европейцев мало. В основном турки сидят. Да и не мудрено, сегодня выходной. Выходной у них, ну, как говорится, святой день. Они семьями выбираются на море, в город, в кафе, в рестораны. Семьями. То есть идёт мама, папа, бабушка, дедушка, племянники, дети, внуки и так далее. Вот это здание мне очень нравится. Говорят, что здесь где-то, даже в этом, может быть, и в этом, сдают квартиры. Я видела на Airbnb. Какие атмосферные дома. Здесь, кстати, всякие ароматы продают в этом магазинчике. Ну, сейчас это ещё не всё. Мы с вами везде пройдём. Вот это только одна из улиц. На этой улице был наш любимый рыба в лаваше, балык-эк-мэк. Но наши друзья пошли туда же, по нашим рекомендациям, и сказали, что они теперь отсутствуют здесь. Переехали куда-то в другое место. Вот здесь вот они были. Видите, закрыты теперь. Попробовала балык ловно в пяти метрах от этого. Ну, вот, от этой кафе не то, понимаете. Всё, действительно, реконструкция такая. Это атмосферное кафе, оно здесь было. Здесь, кстати, можно тоже перекусить. Давайте посмотрим, сколько стоит такой фьючорба из суп-хаус. Чикин суп. Блэк. Ну, именно, не могу понять, сколько. В общем, 120. От 120 до 170. А в моём районе, где я живу, 50. О, кафе, все родятся. А вот пятислюздачный отель Мариот. Не знаю, закрыли, наверное, скорее всего, может быть, здесь постоянные очереди стояли. Это, в этот, в этот балетик Мэг. Может быть, закрыли, чтобы было неудобно для гостей пятислюздачного отеля. Полис. Мы сейчас с вами все улочки походим, посмотрим. Не знаю, обожаю этот район. Очень, очень мне нравится. Здесь другая атмосфера. Здесь такого востока, как на Султанахмите. Нет. Здесь вот пассаж, вот эти. Тоже кафе разное. Показываю вам письки в улице. Людей много, выходной. Мы с вами двигаемся к Галата-Порту, пойдем по Галату-Порту, пройдемся, потом вернемся пить кофе с вами. Думаю, что за пластиковая? Я на пассажировку думаю, что за? Думаю, на пластиковую. Что это значит? Это лично. Тристалли. Это такой стакан с фруктами. На базаре у нас у нас на базаре Валанья покупала на 70. драгон фрукты нарезанные всякие. А что вы хотели? Стамбул туристическое место. Туристы купят по любой цене. Понимаете, да? Девушка фотографирует. Вот так ее чистят. но в той кафе, мы всегда покупаем какой-то секретный ингредиент соус, понимаете. Мы ценник дырум. Балыть дырум называется. Если правее, не балыть, а кмейка. Балыть дырум. Дырум. Это называется то, что завернут. Нет, не они. Это не они. У них вкусно, но все равно нет у того соуса. есть выставлены блюда. Здесь реально сложно увидеть. Обожаю турков, потому что они реально хорошо реагируют на камеру. Всегда улыбнутся, всегда помошут рукой, не знаю, подыграют всегда. Товар свой покажут. Честно сказать, так не хватало этого. Мыло ручной работы. Это глаза разбегаются, куда пойти. Сначала мы пойдем с вами посмотрим на теплоходы, а потом уже все остальное. Здесь еще отель-новотель. Вот это он, скорее всего. отель где-то. Или здесь? А, вон он, новотель, я его прошла. Видите, новотель. Здесь есть паркинг платный. Паркинг в этом новотеле для автомобилей нужно бронировать заранее и где-то погуглите. Есть в гугле, выдаст вам паркинг новотель Каракей. А, цена ба. Точно сказать не могу где. Ну, в общем, как-то мы хотели приехать сюда на машине, и я искала парковки. В результате полетели на самолете. Бургеры разные. 2,7,5, 3,5, 3,5, вот, знаете, с гранатом. Сколько посточек. Вот это 1400 хай маршала. Видите? Просто, просто огромный. Стейк чук бургер. Блин, есть захотела. старбакс есть, но когда есть выбор кофе вкусной кафешки или старбакс, я выбираю всегда кофе, вкусный кофе в кафешке. Ксарбакс это когда вообще ничего нету. Не знаю. Не фанат я турецкого старбакса. Сейчас мы на галату, то пойдем в кафе в кафе тут ходим мимо такой красивой мечети вдоль стены. Получемные навесы Эти кафешки пока пустые Но поверьте, здесь вечером нет проблем никаких Выходные и вечером Здесь самая движушная часть этого района Очень много молодежи любят здесь проводить время Очень много вижу молодежи и турецкой И ребята, которые здесь живут, иностранцы Покажу вам свое мерзкое платье, которое вы ненавидите специально Выходим в Галата порту Чтобы сюда зайти Здесь, кстати, рамочки проверяющие Ну, как бы, меры безопасности применяются Сейчас солнце-то выглянет, то уйдет Но где-то местами жарко, местами прохладно Непонятно Ходишь вроде на открытое пространство Ветерок дует между домами Душно Ну, вы знаете, вот летом после дождя Не отпускают все-таки Жара, духота Ну, ничего страшного Мы же с вами Вала не снимали летом Поэтому нам, по большому счету, ничего не страшно Идем сейчас на досмотр Здесь он, по-моему Досмотр в магазине Через магазин надо пройти И выходим мы на эту Красивейшую, современную Инновационную набережную Потрясающими кафе Дорогими Современными Вот такая красота, ребят Босфор Там уже золотой рог заканчивается Здесь уже начинается Босфор Тоже Босфор Здесь вечером Подсвечивается красиво Очень красивая такая дорога Светящаяся получается Я, ну, одна здесь вечером не хожу Когда мы с Сережей будем Обязательно приедем на эту набережную Вечером И либо сделаем вам стрим Либо снимем ролик Как пожелаете Как вы видите Впереди стоит Пришвартовано два круизных лайнера Здесь всегда Вот сколько мы Не были за лето Вот и весной я была И мая была И в июле была Всегда Стоят круизные лайнеры Стамбул Обязательное Как говорится Условие Для посещения В европейских В основном Средиземноморских И по Черному морю Которые ходят Всегда Стамбул Обязательно В программе Бывает Сейчас мы с вами пойдем Посмотрим На ту мощь Сколько мы уже Круизных лайнеров Здесь сняли И ни разу Не посетили Такой круиз Пока еще К сожалению Не заработали На такую роскошь Очень много Здесь Галатопорте Очень много Всяких кафе Современных Красивых Очень много Ресторанов То есть Вот выходит Турист С такого лайнера Можно сразу Здесь пообедать Хотя на лайнере Пятизвездочные Условия Скажем так Все включено Не знаю Для чего обедать В таких кафе Ну Может быть Просто для того Чтобы Отведать Какой-нибудь Национальной кухне Покет Это означает Доставка почты Здесь работает Прямо на лайнер Можно заказать посылку Скорее всего Ну Это не точно Мейн Шиф 5 Гармония Истамбул Модерн Здесь Такая вся Инновация Истамбульская Сколько Палуб Я думаю Он не такой большой Как в прошлый раз Не видели 6-7 Восьми Палубный Педали Мои побольше Здесь С вами Мои 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну не все, но большинство городов мира Есть там и ваши города, наверное Я не знаю, что-нибудь могу прочитать Так, ну, то, что тут турецкие города, это однозначно Такое око я видела в сериале Зимородок Если кто смотрел Зимородок, турецкий сериал В современной квартире в Стамбуле, где поселили семью, в Сейран Там у них в этой квартире высотки Было такое небольшое тоже Окон, ну, на стене висело Я еще заметила Что кто смотрел этот сериал, можете посмотреть Из 57 серий найдите Где вам, в какой серии Пришла я в кафешку Сейчас посмотрим Латте сколько стоит Латте Раба Почему латте? 120 Форт Айс Так, сейчас Сан-Себастьян Это У меня самых популярных здесь Очень сладкая Не знаю, что взять, наверное Вот это возьму Конечно Это, скорее всего, морковный торт Чизкейк 180 130 Красный бархат 140 Тирамису 140 Сейчас 120 Это Круассан 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 Бирк Круассан Бирк Круассан Круассан Бирк Круассан 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 В латте Жила мою кафешку Наш любимый Ориент Тоже из какого-то старого здания Преобразовали Видите Арки Стамбульская тема Чуть-быто второй этаж есть Ну, в общем Сейчас Круассан и латте Мне вышло 242 Что вы хотели Стамбул Туристическое место Поджуру Круассан Я ничего не ел вообще Простой Саде Саде Это простое Жарко Жарко Ещё раз Прогуляю вас По Атмосферным местам Так Что здесь такое Не помню Чтобы это было открыто Затрудняюсь ответить Похоже на Какую-то мечеть Видите Есть минорет Небольшой Раньше это было закрыто Да, точно Мечеть Открыто Открыло Здесь Идём с вами гулять По этим улицам Обожаю Здесь Находиться Снимать Самое атмосферное место этого района Спокойное Как говорится Людей здесь много Всегда молодёжь Опять же Балык Дурум Балык Дурум Жареная рыбка Без единой косточки Заматывается в лаваш Закручивается С овощами Специями Лимончиком Соусами Всякими Видите Стритфуд Стамбульский Кафе заполненный Потому что Сегодня выходной Все Отдыхают Кто на работу Всё или не идёт И Все очень любят Общаться Сидеть В кафе Видите Молодёжи сколько Из детьми маленькими Приходят Вот здесь Самое атмосферное кафе Это вот Под этим вот Плющом Больше всего людей Здесь собираются Сейчас мы пройдём Вот видите Какая красота И Продолжение следует Наступ stuffed Турк-ортодокс 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 Турк-ортодоксская церковь Сегодня дверь закрыта. Раньше, если была открыта, можно было заглянуть в одну руку. Колорит показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне понравилось гулять улицами Стамбула, район Каракей. Выходной день. Самую-самую, как говорится, гуще людей. Очень много зонтики продают. Очень быстро ориентированы. Только дождь сразу выставляются зонтики в продажу. Снег. Я не знаю, что в шапке продажу. Солнце. Панамки. Возвращаемся. Троллейбусная бойка к трамвайной остановке. Полюбуемся на Голландскую башню издалека. Оригинально обыграли забор. Фотографии поставили. Ставили стойки в кафе. И уже это смотрится весьма не так печально. Ставили стойки в кафе. Ставили стойки в кафе. Ставили стойки в кафе. все ребятушки я уже в отеле у меня закончилась зарядка и камера просто погасло поэтому всем пока спасибо что смотрели наш канал ставьте лайки подписывайтесь и подписывайтесь на наш канал на дзен канал подписывайтесь на наш телеграм-канал 1 и 2 ссылочки все внизу все пока целую обнимаю буду монтировать ролик и ждите следующие влоги надеюсь вам было интересно и пишите комментарии пока